МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Роман Высороб. В эфире Держинского 102. Программа о работе Ставропольской полиции о происшествиях и раскрытых преступлениях. Сегодня в выпуске. Чужие не жалко. Автоворишка сдавал рабочие машины на металлолом. Сколько миллионов заработал нечестный предприниматель на продаже газа? Как задержали ставропольских воришек-колпаков с иномарок? И правила тонировки. Знай, чтобы не нарушать. А начнем с приятной новости. В Ставрополе прошла всероссийская спортивная акция МВД России и «Зарядка со стражем порядка». На территории Ставропольского дворца детского творчества учащиеся образовательных учреждений, представители молодежных организаций и, конечно же, сотрудники МВД ежегодно принимают участие в акции. Зарядку со стражем порядка для ребят проводят сотрудники органов внутренних дел всего края. Они являются победителями и призерами различных соревнований абсолютно по различным видам спорта, а также инструкторами по физической подготовке. В профилактических целях ребятам рассказывают о здоровом образе жизни, основах законопослушного поведения, правилах личной и общественной безопасности. В продолжении выпуска – последние криминальные новости Ставропольского края. На Кавминводах попался воришка Дыни Простой, а специалист по автомобилям. Ночами он проникал в машины и угонял их на металлолом. А в предгорном муниципальном округе предприимчивый мужчина продавал природный газ, не имея на то соответствующей лицензии. Тем временем в Ставрополе добычей воришек стали колесные колпаки. Теперь злоумышленников ждут уголовные дела. Подробности расскажем в нашей оперативной сводке. Полицейским из Ставрополя задержан подозреваемый в серии краш автомобилей. Ранее в отделы полиции Пятигорска и Сентуков поступило несколько заявлений о хищениях транспортных средств. Сотрудники полиции выяснили, что к совершению противоправных деяний причастен ранее судимый 33-летний житель соседнего региона. Установлено, что мужчина, находясь на территории Кавказских минеральных вод, ночью проникал в автомобили и, провернув замки зажигания, заводил транспортные средства и уезжал на них. Машины он сдавал на разбор в пункты приема металлолома, а вырученные деньги тратил на личные нужды. В настоящее время следствием установлено причастность злоумышленника к шести хищениям транспортных средств в Ессентуках и Пятигорске и одному покушению на совершение кражи. Общая сумма ущерба составила около полутора миллионов рублей. Судом в отношении гражданина избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие. В предгорном муниципальном округе гражданин предстанет перед судом за незаконное предпринимательство. В отделе МВД России Предгорный окончено расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве. Обвиняемый 33-летний местный житель, противоправная деятельность которого была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции окружной полиции. Дознанием установлено, что мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, но не имея соответствующей лицензии, реализовывал природный газ на своей автостанции и извлек незаконную прибыль в размере 7 миллионов рублей. В настоящее время собрана доказательная база противоправной деятельности обвиняемая. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Предгорный районный суд для рассмотрения по существу. В Ставрополе полицейские установили подозреваемых в серии краш колесных колпаков иномарок. Двое братьев подозреваются в серии краш автомобильных аксессуаров. Установлено, что ночью молодые люди ездили по спальному району краевого центра и подбирали автомобили определенных марок, с колес которых они снимали колпаки. Один из таких инцидентов зафиксировал камера видеонаблюдения, установленная на фасаде многоквартирного дома. Личности и местонахождение злоумышленников установили участковую уполномоченной полиции во взаимодействии с оперативниками. В ходе допроса граждане пояснили, что часть похищенного уже продали, а полученные деньги потратили. Остальное имущество полицейские изъяли из багажника транспортного средства, на котором подозреваемые передвигались по городу. Возбуждено 7 уголовных дел, которые будут соединены в одно производство. Тонировка автомобиля – дело нередкое, и салон меньше греется, и ткань на сиденьях не выгорает. Но по закону делать это можно только на задних стеклах. Передние, боковые и лобовые должны пропускать не менее 70% света. Но далеко не все соблюдают эти требования. На борьбу с нарушителями отправляются сотрудники ГИБДД, и мы вместе с ними. Все подробности в следующем сюжете. Именно тонированные автомобили вызывают особый интерес у полиции, ведь владельцы таких машин затемняют стекла не всегда для того, чтобы солнце не светило. Внутри могут перевозить запрещенный груз, либо передвигаться криминальные элементы. Это, конечно, была инсценировка, а вот и реальный случай в Ставрополе. В результате рейдовых мероприятий была остановлена автомашина «Приора» с затонированными стеклами. При общении с водителем было установлено, что он находится с признаками наркотического опьянения. В результате досмотра ТС было обнаружено 10 полимерных сворков наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело в отношении данного водителя. Помогают в борьбе с нарушителями профилактические рейды. Вот на светофоре остановилась наглухо тонированная легковушка. И вопреки ожиданиям из нее вышла молодая девушка. Говорить на камеру категорически отказалась. Но впустить в машину солнечный свет все равно пришлось. Не повезло и владельцу элитной иномарки. Поднимите стекло, пожалуйста. Ну, похватит. Умите плюнышнюю покрытие, что ли. Замеры спецприборам подтвердили. Светопроницаемость менее 50%. Итог – протокол и штраф. А эта женщина за темными стеклами прятала непристегнутую дочь. Девочка даже не знала, как правильно фиксируется ремень безопасности. И должна им пристегиваться. Тебе специальное удерживающее устройство на заднем сидении не нужно. Хорошо? Будешь соблюдать правила движения? Все. Так, Екатерина Олеговна, в отношении вашего размера вынесено постановление о наложении административного штрафа. Эти парни уже имели дело с полицией за тонировку. Сейчас нарушений у водителя нет. Было затонировано, но инспекторы слишком быстро работают. Нет, плохо нарушать законы, тонироваться плохо, плохой обзор. А так, можно, думаю, тонироваться, если машина стоит на ремонте, так чисто, чтобы салон не грелся. Я не так давно приобрела этот автомобиль и при покупке даже не знала, что у меня на передних боковых стеклах установлена тонировка. На наличие пленки мне указали сотрудники ГИБДД во время рейда. Ну и, пользуясь случаем, мы сейчас проверим, насколько допустимая у меня на стекле степень затемнения. Давайте проверим. Проводим калибровку прибора, тоник мета. Теперь смотрим. Ну, барабанная дробь. Барабанная дробь. Пропускание ваших стекол показывает 72%. А разрешено сколько? А разрешено не менее 70%. Так что у вас со стеклами все в порядке. Не все в порядке со стеклами было у 5,5 тысяч водителей краевой столицы. С начала этого года именно столько нарушителей оштрафовали. В Старополе практически каждый день проводятся рейдовые мероприятия по пленке. И статистика показывает, что уже намного меньше стало ее в городе. Многие водители получают неоднократные штрафы и уже начинают задумываться о том, что надо прекращать. Сегодня наказание за тонировку всего 500 рублей. Но последствия плохой видимости из автомобиля потом обходятся гораздо дороже. Не оказались в числе нарушителей. Екатерина Сегеда и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Нетрезвый водитель, идущий на обгон. Так и не ставший звездой интернета автохам и спешащий на помощь ночью полицейские. Все это в нашей постоянной рубрике «Дорожный патруль». В Грачевском округе поймали водителя грузовика. Он был изрядно выпивший, а точнее сильно пьян и умудрился крайне опасно выехать на встречку для обгона. За рулем оказался 56-летний житель Благодарного. От освидетельствования он отказался. Кроме того, на грузовике оказались подложные рекзнаки. В итоге ему грозит крупный штраф, а также лишение прав. При наличии достаточных оснований, полагается, что лицо, которое управляет транспортное средство, находится в состоянии опьянения, имеет несколько признаков. Запах алкоголя изо рта, неустойчивость коза, нарушение речи, резкое изменение кожи покрова лица. «Согласны ли вы пройти освидетельствование на месте с помощью технического средства «Олкотектор МЕТА»?» «Отказываете». «Отказываете». «Проехать медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования, состояния опьянения?» «Тоже отказываете». «Я фиксирую это как отказ». Они не переводятся. Автохамы, мечтающие прославиться в соцсетях. В Ставрополе привлечен к ответственности один из таких. Он в итоге снял ролик с нарушением ПДД. На проспекте Кулакова водитель иномарки выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора, чтобы на камеру его приятеля зафиксировать трюк. Пока все ждут разрешающего сигнала, горе-дрифтер крутит пируэты прямо на проезжей части. Опубликованная в соцсети видеозапись вместо неожиданных лайков собрала гневные комментарии пользователей. Желание выделиться и прославиться обернулось антиславой. Личность нарушителя уже установлена. Желающим прославиться оказался 23-летний житель села Надежда. В итоге горе-блогеру придется ответить еще и за тонировку, отсутствие страховки, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения авто на проезжей части и невыполнение требований дорожно-разметки. От тонировки гражданин избавился на месте. И в завершение о хорошем. Георгиевские полицейские помогли роженице. Ночью к инспекторам ДПС Денису Гурину и Максиму Юрьеву обратился взволнованный водитель и рассказал, что у его беременной супруги неожиданно начались хватки и они не успевают своевременно добраться до роддома. Учитывая, что промедление может негативно сказаться на здоровье будущей мамы и малыша, полицейские приняли решение о сопровождении. Спустя несколько дней в адрес госавтоинспекции от новоиспеченных родителей поступило письмо со словами искренней благодарности за оказанную помощь. Будьте внимательнее за рулем, а если вам понадобится помощь полицейских, звоните по номеру 020 городского телефона 102 с мобильного и 112 вызов всех экстренных служб. С вами был Роман Выстероп. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова